Купцы похвалялись, рассказывали всем и демонстрировали, кто сколько денег жертвует. И поточительные у нас были достаточно такие известные. Мария Киселёва, например, не только жертвовала сюда, в Мордовию, на территории Пинского края, но и в Сирию, и в Палестину. Богатой женщиной была и не жалела деньги на это отдавать. И здесь, конечно, в Саранске особое отношение к храму было. Второй отличительной чертой является наличие спортивных комплексов. И пока столица спортивная, Поволжье, не Пенза, Василий Кузьмич очень мечтает сделать Пензу в спортивной столице. И очень много у нас спортивных комплексов построено, и очень больших центров, и литовые дворцы спорта, плавательные бассейны. Но в Саранске это, во-первых, раньше началось, и во-вторых, это столица по-настоящему, поскольку здесь уже давно проводятся параолимпийские игры. И вы знаете, что в 2014 году Саранск готовится принимать чемпионат мира по футболу. Ну а пока мы с вами знакомимся с Рузаевкой. Вот, посмотрите, такой городочек. И пока мы въезжаем вот со стороны, так сказать, исторической части Рузаевки, напоминает больше хорошее, добротное, большое село. Вот туда дальше, в правые окна, в левые на окраинах появятся современные дома. Это новая Рузаевка. А старая, вот такая большая деревня, но где есть свои производства и очень значительные. Мы раньше с вами все покупали Рузаевский трикотаж. Очень жаль, что вот в период перестройки у нас очень много производства было загублено, не выжили. И Рузаевский трикотаж, к сожалению, поэтому мы сейчас с вами турецкую одежду покупаем. Все, летнее тепло, ничего нет. Здесь Рузаевский трикотаж был. Дай бог, чтобы это производство восстановилось. В наших магазинах много мордовских молочных продуктов. Кефир, ряженка, масло ичалковское, да, а ичалки мы сегодня с вами проезжать будем. Сыр, творог. Эти продукты очень хорошего качества. И вы знаете, будем ехать по Мордовии. Вы уже заметили, распахные поля, азимы растут. Скоро мы с вами стадо коров увидим. И не знаю, может быть, многие дети первый раз корову увидят. Или теленка, например. А тут как-то последний раз ехали. Девочка на большого теленка смотрит. Теленок гуляет. Рассказала вам, да? Она говорит, мама, мама, смотри, какая большая собака идет. Так что и овечек с вами увидим. Сельское хозяйство, отношение к нему, может быть, не так много говорится, но восстанавливается оно здесь быстрее. Видно, даже зримо это ощущается. И, конечно, самый приметный символ, что ли, символом и Розаевки, и Саранска является производство электрических осветительных приборов, лампочек. Каждая пятая лампочка, выпущенная в России, выпущенная здесь, на производственных предприятиях объединения ЛИСМА. Знаете, ребята, какие лампочки выпускают? Малюсенькие, вот с размером с рисовое зернышко. Вот такие маленькие-маленькие. До огромных осветительных приборов, которые освещают огромные спортивные комплексы. И электрическая, скажем так, свеча находится даже на гербе города Саранска. А вот в гербе города Саранска, многие помнят, изображен хитрый лис. И сейчас в центре Саранска вот такие, значит, скульптурные композиции в виде лисенка или лиса хитрого. Все чаще можно увидеть. Здесь такая традиция сформировалась. Нужно лисенку нос потереть. Мы, по-моему, с вами уже терли, да? Нос лисенку. И тогда будет удача. В прошлом, что из себя представляла Розаевка? Поместье и очень крупное поместье помещика Струйского. Леонтий Струйский в Екатериненскую эпоху был достаточно известным и богатым помещиком. Лишь кровля, то есть крыша его дома по стоимости равнялась стоимости небольшого кеменя. Железная дорогая кровля. И сам дом был очень красивым и очень большой помещик был дорогой. Богатый. Во всех смыслах был странным человеком. С одной стороны, казалось бы, меломан, как тогда говорили люди, которые увлекаются всевозможными искусствами. Он любил музыку. Он прекрасно разбирался в живописи. Он писал стихи. Украшали, например, туфли помещика Струйского. С другой стороны, необыкновенно жестоким был помещик. Конечно, мы говорим о том периоде, когда, ребята, в стране было крепостное право. От слова крепость закреплены были крестьяне за помещиками и часто являлись их полной собственностью. Крестьян могли обменять на собаку. Семью разъединить. Отца, например, продать одному помещику, а мать с детьми другому помещику. Пароли нещадно за любой проступок. Вот Елизавета Алексеевна Столыпина, бабушка Михаила Юрьевича Лермонтова, считалась, в общем-то, помещицей средней руки и не жестокой. Но она очень любила вышивку бисером, мелкими стекляшечками такими. И вот с этой целью, для того, чтобы вышивка ее радовала, она брала в поместье девочек 8-12-летнего возраста, совсем еще маленьких, у которых острое зрение, глазки очень хорошие. И они вышивали ей в имение вот эти картины бисером. После трех лет такой работы девочки часто теряли зрение вообще, слепли. И она их глаз подальше выдавала замуж за престарелых вдовцов или солдат, которые после 25-летней службы возвращались, и отправляла подальше от глаз. Это нормой тогда считалось. Представляете, какое было отношение. Так вот, Струйский устроил у себя целую пытошную, где так пытал крестьян, что зачастую крестьяне просто исчезали. То есть до смерти. Вот, посмотрите, пожалуйста. Мы сейчас с вами в новый микрорайон. В Розаевске будем езжать. И посмотрите, какой красавец. Труйский собор зеленый. Видите, украшение храма? Значит, Труица. Современный район. Здесь рядышком будут, с левой стороны особенно, и спортивные сооружения, и спортивные большие ледовые дворцы, футбольные арены. Но церковь они построили еще раньше, чем целый микрорайон. И вот этот вот новый микрорайон, который буквально появился за последние вот 10 лет, он прям плавно будет переходить уже и в город Саранск. Его сын Николай Леонтьевич Струйский был тоже человеком жестоким. И его сыном от крепостной фараши был в будущем известный русский поэт Александр Полежаев. Почему Полежаев? Ну, естественно, помещик своим его признавать не хотел, чтобы, так сказать, на глазах не мозолил, отправили маму с ребенком в Саранск. И выдали за помещика, вечно пьяного, бедного помещика Полежаева, который вскоре куда-то сгинул, пропал. Никто не знает его дальнейшую судьбу. А вот бабушка, жена Струйского, была женщиной совсем другой. Она была мягкосердечной, жалостливой. И, конечно, ей все-таки свою кровинушку было жалко. Она выделяла деньги на содержание. И Саша Полежаев получила образование в Московском университете. Вот. И смотрите, сейчас некоторые современные папаши забывают совершенно о детях. А тогда даже при крепостном праве, вот исторический факт, но, так сказать, не забывали своих детей. Но судьба у Али...